МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Каждую среду в студии телеканала Самарегис мы говорим об актуальных задачах и перспективах развития Самары. Вы смотрите программу «Самарская среда». Меня зовут Ян Налимов. Здравствуйте. В Самаре три дня 9, 10 и 11 сентября будут отмечать День города. Как выглядит программа мероприятий? Чем порадуют жителей и гостей города в парках и скверах, на площадях и набережной, в артпространствах и культурных учреждениях? Как будут отмечать День города в Центре труда и отдыха Станкозавод? В нашей студии Евгения Мищенко, заместитель руководителя Департамента культуры и молодежной политики администрации городского округа Самара и Маргарита Анохина, директор Центра детского творчества «Металлург». Евгения Борисовна, Маргарита Станиславовна, добрый вечер. Искренне рад вас видеть. Спасибо, что пришли. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну и нас ждет, на самом деле, очень хорошие три дня. Ждут День города. У нас растягивается буквально на целый праздничный цикл. Во время празднования Дня города запланировано более 150 мероприятий. То есть понимаю прекрасно, что рассказать обо всех физически невозможно, наверное, не стоит и пытаться. Вот тем не менее, общая программа мероприятия, давайте о ней расскажем и обсудим. Я вам больше скажу, Яна, что программа уже началась. Это не только три дня, это больше. Мы начали празднование Дня города в прошлое воскресенье, когда в Струкском саду выступила прекрасная московская группа «Вива». Полный зал любителей песен советского периода. Песни прозвучали на стихе Роберта Рождественского, Марина Цветаевой, как раз юбилейные годы этих поэтов. То есть мы уже начали праздновать. Больше того, я скажу про 150 мероприятий. Они уже тоже идут. Потому что вчера, например, в нашем дворе прошел замечательный праздник соседей, посвященный Дню города. Я знаю, что и в других дворах, в скверах, на общественных территориях это уже все идет. Это каждый день, всю неделю мы празднуем 436 лет городу Самаре. Ну и, конечно, праздничная программа ожидает нас и в пятницу, и в субботу, и в воскресенье. Мы понимаем, что День города, если мы обратимся опять же к решению Думы, для чего он проводится. В целях воспитания любви к родному городу, сохранения и приумножения культурного наследия, духовного богатства нашей Самары. Поэтому, тем более, это важно становится в этом году, в год культурного наследия народов России. Он объявлен президентом России вот этим годом. Мы понимаем, что мы 436 лет вместе. Это тоже мы вместе. Один из слоганов празднования Дня города, из девизов. Потому что солидарность, единение народа, конечно, в не самые, может быть, простые времена. Это очень важно. Поэтому вот День города для нас – это патриотический, прежде всего, праздник. Это праздник любви к родному месту, к своей малой родине, к своему городу. Ну, что еще можно сказать? Буквально уже в пятницу вечером в амфитеатре Площадь и Слава мы ждем потрясающий концерт, концерт джазовой музыки. У нас лучшие музыканты России, я не побоюсь, мира. Это Московский джазовый оркестр народного артиста России Игоря Михайловича Бутмана. И он сам, естественно, со своим блестящим саксофоном. Это трио народного артиста России Даниила Крамера. И мы в Самаре его на опен-эйрах, на открытых площадках, в открытых концертах с концертным роялем никогда не слышали. Это, конечно, большое удовольствие, большая радость, что мы это увидим и услышим. Кстати, насколько я знаю, ведь, извиняюсь, что прерываю, у нас это все проходит в рамках фестиваля Самара Опен-джаз. Самара Опен-джаз и еще у нас, вот мы так вот параллельно два проекта ведем. Это гала-концерт федерального проекта от Калининграда до Сахалина, который реализует фонд Игоря Бутмана. То есть это тоже при поддержке президентского фонда культурных инициатив вместе с администрацией города. Когда объединяются усилия, получаются блестящие проекты. Это как раз один из таких вот проектов. И там, кстати, дата, насколько я помню, тоже очень серьезная. 100 лет, если не ошибаюсь, российскому джазу. И 60 лет самарскому джазу. Самара вообще очень джазовый город. Он считается третьей столицей джазовой России после Москвы и Санкт-Петербурга. Именно в Самаре, в Куйбишеве в 62-м году 20-го века был открыт вот такой джазовый клуб и стали проводиться джазовые фестивали. То есть это одна из джазовых столиц России. И мы это знаем, мы это любим, мы понимаем. В этом году много всего проводится к столетию джаза. Если наши зрители зайдут в Струковский сад, они увидят великолепную выставку об истории джаза в России, в Самаре. Она была подготовлена вместе с нашим джазовым историком, с критиком, с журналистом, с Игорем Сергеевичем Ващининым. Нам опять же повезло, что у нас в Самаре живет и работает такой потрясающий журналист, знаток джаза. Он его прекрасно знает и понимает, и исполнял когда-то. Игорь Сергеевич Ващини. Не в каждом городе есть такое-такое счастье, да. Такие-такие люди. Вот. Ну и, наверное, продолжу. Кто у нас еще будет 9-го числа в амфитеатре на склоне Площади Славы? Будет великолепный московский трубач Вадим Эллин Крик и его команда Эллин Крик Крю. А Вадим, он трубач, он ведущий телеканала «Культур». То есть такое знаковое и современное лицо российского джаза. Вот такие команды будут у нас. Ну и, конечно, наши самарские ребята обязательно начнут концерт. Начнется он в 17.30 и продлится, ну, наверное, до половины 11-го. Иногда сложно джазовых исполнителей. Ну да, когда они продавливать начинают. Когда они там какой-то сейшн делают, то уже разыгрались, остановить сложно. Однако мы думаем, что где-то до половины 11-го концерт такой продлится. Ну, блестящий состав. Один из лучших, ну, составов мировых, наверное, исполнителей. И главное, что это наши очень патриотично настроенные люди. Патриоты своей страны, своего государства. И все это вот здесь у нас на набережной. Пожалуйста, приходи, смотри, слушай. Просто точно удовольствие, огромное счастье. Ну вот, если дальше продолжать вот об этой общей информации, чтобы люди понимали, где, что они могут увидеть, что выбрать. Ну, потому что у нас уже, насколько я помню, с 2013 года, примерно, вот день города, вышел на такой новый уровень. Вот, ну, с подачи... Как мы говорили, 3D, да? В формате 3D, три дня джаз, опера, рок-н-ролл. Чтобы каждый мог найти себя. Сказала про джаз уже, да? Все, что им было интересно. Теперь у нас идет опера. Опера, опять же, нам здорово повезло в этом году. Аида Гарифулина. Звезда мировой оперной сцены. Человек, который остался на родине. Остался с нами. Выбор свой сделал, вполне осознанно. Это певица уровня, Анна Нетребко, да, мы понимаем, что это мировой уровень. Она была солисткой венской оперы. Она здесь у нас. И будет петь... То есть человек, который пел в венской опере... Сегодня будет петь... Не сегодня, а в субботу... В субботу будет петь в Самаре. И совершенно бесплатно его можно увидеть, услышать... Аиду мы еще ни разу в Самаре не слышали. Просто нужно понимать, как бы масштабные фигуры, которые там видят. Это ведущая мировая певица оперная. Звезда первой величины, причем настоящая звезда. Настоящая звезда. Ну, помимо прочего, она удивительная красавица, конечно. Вы интригуете. Удивительной красоты молодая женщина. Очень талантливая. Это, конечно, мастер. Это большой профессионал. С ней вместе Алексей Татаринцев. Он ее... Ну, как... Участвует также в концерте. Это красивый тенор. Тенор из Московского театра Новая опера. Был ряд международных конкурсов. Тенор вообще прекрасный. Голос любимый женщинами, любимый зрителями. Поет он, опять же, итальянские песни, и российские, русские романсы. Тут вот программа, она очень красиво, органично выстроена. Ну, и, конечно, с нами наш любимый коллектив, симфонический оркестр под управлением народного артиста России, маэстро Михаила Щербакова. Он в этот вечер тоже с нами. Поэтому надо идти. Надо идти в субботу. Шесть часов вечера. Концерт продлится примерно два часа. Ну, больше просто... Певцы петь не могут просто по продавцам. На таком уровне, конечно. Вот. И где это будет? Опять же, там же, на амфитеатре, в амфитеатре, в склонной площади Славы. Ну, надо будет, наверное, взять с собой, может быть, плед, комфортно устроиться, тепло одеться и получить удовольствие от шедевров мировой классики. Ясно. Ну, давайте вот расскажем еще, Маргарита Санислава, что будет на набережной. Потому что у нас, как бы, город-то большой, территория большая, будет набережная, будут в районах. Вот что будет там происходить? Я вот немножечко, может быть, да, вот предусхищу более подробный рассказ Маргариты. Год культурного наследия. И мы вот когда с департаментом образования вместе сидели, думали, а как это можно сделать? И коллеги предложили прекрасный проект. Он не просто, да, концертный, либо какой-то просто показательный. Это проект интерактивный. Да. Поэтому вот придумали коллеги такой замечательный проект, как квест. Ну, Маргарита, давайте. Да, конечно, департамент образования не мог остаться в стране. Такой год, такая тема, день города. Мы с душой и с любовью учреждение дополнительного образования приготовили интересную программу. Она называется концертно-игровая и концертно-игровая программа «Народы по Волжье. Культура, обычаи, традиции». Представляете, на всей набережной, четвертой набережной, это где Ладья, очень любимая нами набережная, будет располагаться 10 площадок. Площадки, одно название, «Богатырская силушка», пословица «Недаром молвится» и так далее, и так далее. Это столько площадок, они все оформлены, они все интересные, организаторы очень подготовились и сейчас уже готовятся, продумывают каждое-каждое содержание этой площадки. Ну вот, если рассказывать про конкретные площадки, я сейчас дальше остановлюсь, но надо сказать, что мы ждем уже всех гостей с 12 часов и до 17 на набережной, на всей набережной будут располагаться эти площадки, поэтому надо посетить все, чтобы вот это настроение у самарцев создать, поэтому мы все готовимся, и если говорить про центральную площадку, это концертная площадка, лучшие коллективы, коллективы хореографические, танцевальные, учреждения дополнительного образования, школы искусств, центров многопрофильных подготовили концерты, и наши самарцы услышат и увидят мелодии всех народов по Волжье, и татарские будут танцы, и армянские, и еврейские, и киргизские, и, конечно, русские, их будет очень много, будет показательное выступление спортсменов спортивных школ, будет дефиле театров мод, концертная площадка будет очень интересной, заслуживает внимания, сразу около ладьи всех гостей будут встречать наши педагоги, организаторы площадки, да, с комарохи, с баяном, сразу вовлекать в хороводы, будут русские игры, все будут знакомиться, а может быть даже в первый раз увидят игры, в которые играли на Руси. Там, кстати, насколько я знаю, одна площадка называется «Русские народные праздники и обряды». Вот как раз именно это. Это об этом и речь. Да, да, да. Она будет очень интересной, интерактивной, и ни один гость не уйдет без этой площадки. Это они как раз, это будет в самом входе, поэтому все настроения самарцы получат уже на этой площадке. Вот. Следующая площадка – это «Богатырская силушка». Ну, конечно, здесь веселые старты для всех ребят. Гири какие-то будут. Обязательно гири, обязательно мастер-класс по степо-аэробикам, различным боевым искусствам. То есть все, что подросткам интересно. Конечно, а еще будет такой забавный кегельбан, который никто никогда не видел. Он будет огромных размеров, и всем ребятам это очень нравится. А вот такая интересная площадка, которая связана с играми разных народов по Волжье, она тоже будет очень интересна ребятам. Вот, например, наша русская игра, любимая всеми ребятами «Кондалы», оказывается по-чувашски она называется «Телерам», а по-казахски «Айгулёк». Вот именно на этой площадке как раз приходите. Я в Санкт-Петербурге. Будем играть, будем учиться, вспоминать. Дети очень любят эту площадку, поэтому, конечно, мы всех ждем на площадке и детей, и взрослых, и родителей, и бабушек, и дедушек. А вот, например, такая площадка, как фольклорные посиделки. Педагоги, организаторы этой площадки, руководители фольклорных объединений подготовили попури разных песен и русских народных, и других народов по Волжье. И можно будет остановиться, и попеть, и послушать. А вот для ребят будет мастер-класс шумовых инструментов. Они любят шумовый оркестр. Очень любят шумовый оркестр. Врубили. Да. То есть, по факту, на самом деле, целесообразно просто приехать на набережную и, например, начиная от ладьи, потихонечку идти. Я не целесообразно, а нужно. А необходимо приехать. Неболее эффективно. Нужно ехать. И ты ничего не пропустишь. То есть, ты пришел, и от ладьи идешь, потихонечку проходишь ладью, затем новую набережную, Спускаешься вниз, да. Затем потихонечку приходишь на старую набережную. Ну, либо наоборот, кому как удобно. И тогда ты не пропустишь ничего. Ну, сложно сказать. Вот как пройдешь через все эти станции, и весь день пройдет, потому что они с 12 до 5 часов будут проводить. А потом как раз на концерт. Зато самым активным мы обязательно вручим сувениры, им посвященные Дню Города. А еще очень интересная будет площадка Фотозона. Фотозона специальная. Конечно, все гости смогут сфотографироваться на любой площадке. Но это специальная фотозона. Называется она Русская изба и Русская деревня. Это нам очень интересно. Очень самарцам нравится. Целую очередь выстраивается. Поэтому мы ждем еще раз с 12 часов и до 17 всех-всех самарцев в любую погоду. Мы с такой душой и теплом приготовили все, что будет на площадках. Поэтому обязательно, обязательно нужно нас посетить. Ну что ж, обязательно, я думаю, наши зрители так и сделают. Я сейчас предлагаю сделать паузу. Давайте посмотрим сюжет. У нас появится Новый год. Новый гость, прошу прощения, Новый год. Новый год в жизни города. Ну, Новый год начался в учебной, поэтому, видимо, до сих пор я об этом вспоминаю. Вот, Маргарита Саниславовна, спасибо вам большое, что пришли. У нас сейчас будет еще один гость, который расскажет нам еще об одной составляющей Дня Города. Спасибо. Давайте посмотрим сюжет. Самара отмечает свой 435-й день рождения. Возложение цветов к памятнику основателя города неотъемлемая часть праздника. В воскресенье губернатор Дмитрий Азаров, глава Самары Елена Лапушкина, почетные граждане, представители общественных и молодежных организаций пришли на Самарскую набережную, чтобы отдать дань памяти и уважения основателю города, князю Григорию Засекину. Появилась новая традиция собираться в этот день, чтобы еще раз отдать дань уважения, сказать слова благодарности и признательности людям, которые создавали наш город. Город должен цвесть. За 435 лет Самара из деревянной крепости стала огромным, современным, промышленным городом, курортом. по-другому не назовешь. И мы все с вами помним, чтим и гордимся нашими почетными земляками. А сегодня Самара все больше открывается миру. Сегодня в Самаре каждый может найти себе занятие по душе. Традиция собираться у памятника Григорию Засекину родилась в 2014 году. Именно в этот год был установлен монумент основателю Самары. Вуаль спадает и перед самарцами предстает памятник семье Аксаковых, которая признана ЮНЕСКО одной из самых образцовых в мировом масштабе. Скульптуру изображает Сергея Тимофеевича, выдающегося русского писателя, автора «Аленького цветочка», его сына Григория, самарского губернатора, при котором появились железная дорога, телеграф и земская больница, почетного гражданина города, а также внучку Ольгу, хранительницу наследия своего рода. Ну как же нам это не хранится, не любеется. Поэтому я, конечно, в восторге, я очень рад тому вниманию, которое оказывается Аксакову. И вот эти святые традиции, на которых держатся устои русской жизни, вот они и будут выпущены в нашем земле. Памятник расположился в сквере Аксаковых на пересечении Красноармейской и Фрунзы. На этом месте раньше был дом семейства. От него до сих пор сохранилась кирпичная печь, которую обнаружили при благоустройстве сквера. Здесь, в Струковском саду, в 1908 году впервые был исполнен один из самых знаменитых вальсов 20 века на сопках Маньчжурии. Чтобы увековечить память об этом событии, в парке появилась романтичная композиция. Ее создали по проекту заслуженного архитектора России Алексея Панина из Подмосковья и его сына Петра, который живет в Самаре. Мы брали за основу именно исторический объект, исторический вход в Струковский парк и на основе его решили вот этот проект придумать. Аркулы создали по старым фотографиям. В конце 19-го, в начале 20-го века похожее сооружение украшало вход в Струковский сад. Девятиметровая конструкция не повторяет в точности оригинал. Арку прежнего образца дополняют две фигуры. Кавалер, автор произведения Илья Шатров, встречает самарскую девушку и приглашает ее на танец. Для гостей в Струковском саду в этот день звучал вальс на сопках Маньчжурии Ильи Шатрова в исполнении муниципального концертного духового оркестра. И после перерыва у нас в студии новый гость Никита Петухов, директор управляющей компании Центр труда и отдыха Станкозавод. Никита Сергеевич, добрый вечер. Спасибо, что пришли к нам. Для начала давайте определимся с терминами, определимся с пониманием. Что такое Станкозавод? Где он находится? И почему там будет классно отмечать День города? Станкозавод находится в центре исторической части города на пересечении улицы Куйбыша и Красноармейской. Там, где исторически был Средневолгский станкостроительный завод, в цехах которого и расположился у нас Центр труда и отдыха. Очень много лет эти объекты были заброшены. Мы планировали ввести их в оборот. И вот, наконец, когда идея родилась и был найден инвестор, найдены были арендаторы. Практический объект заполнен на 80%. Мы готовы к тому, чтобы принять гостей города у себя. Вот тогда почему там будет, насколько я понимаю, открытие произойдет несколько позже? Да, мы будем открываться, я думаю, что в несколько этапов, потому что арендаторы постепенно будут открываться, но большинство сейчас это, конечно, те, кто у нас находятся в нашем прекрасном дворе, те, кто находятся на втором этаже цеха, который мы называем корпуса ближе к Куйбышево, уже готовы. Поэтому мы бы хотели сделать подарок и жителям, и городу, на Дню Города пригласить их к себе. Основные архитектурные формы, подсветка, антураж, террасы, это все готово, поэтому мы хотели бы уже это показать, а в дальнейшем приглашать гостей уже на открытие тех или иных арендаторов, которые будут открываться чуть позже. А почему, скажем так, почему именно в День Города туда классно прийти? Объясните, пожалуйста. Потому что программа насыщенная, на самом деле, выбор большой. Вы имеете в виду, что там будет? Что там будет? Там конкуренция за внимание будет огромная. Конкуренция за внимание огромная, и, безусловно, мы хотим сделать что-то свое. У нас будет маркет, безусловно, наших... Маркет – это рынок? Да, рынок, да. И состоящий из наших арендаторов, из наших партнеров, креативщиков, которые, безусловно, все, что они продают и предлагают, это сделано здесь, в Самаре, сделано самарскими ребятами на нашей самарской земле. Это будут и вещи, и просто, во-первых, какие-то необходимости, и еда, и напитки, и какие-то представления. Это то, что касается маркета. Во-вторых, у нас будет концертная программа. Так, вот это интересно, что это. И маркет тоже очень интересный. Да, концертная программа будет. Ну, во-первых, просто будет диджей с сопровождением, а ближе к вечеру будет выступление группы Joy Cafe, известной самарской, и первая в Самаре живое караоке-перепой, то есть, когда группа... Перепой звучит... Да, да, да. Скажем так, интригующе. Да, да, двухсмысленно. Ну, двухсмысленно, поэтому можно и перепеть, и перепеть. Да. Группа живая... Перепеть друг друга. Перепеть друг друга, конечно, да. Группа живая играет те песни, которые говорит народ и аккомпанинирует тем, кто хочет спеть вживую. Есть бэк-вокалисты, есть гитаристы ударные, можно, так сказать, представить себя караоке не когда ты просто под фонограмму читаешь текст на телевизоре, а вживую вместе с группой в нашем прекрасном дворе... Да, почувствовать себя звездой. Да, почувствовать себя звездой. Вот поэтому стоит приходить. Ну, и просто для того, чтобы в первую очередь оценить ту работу, которая велась всей командой из танкозавода очень долго, посмотреть на наш прекрасный дворик, пространство, и готовиться к тому, чтобы просто приходить туда каждый день, чтобы проводить время. А я, наверное, добавлю, что вот мы были в этом пространстве, ребята с большим вниманием и уважением к историческому прошлому, к традициям, сохраняя максимально, что там возможно сохранить и представить. Я знаю, что элементы декора сохранены, металлическая плитка, она представлена тоже посетителям. То есть с такой любовью к прошлому, с уважением к этому прошлому этого места работает команда, что это, конечно, достоин большого уважения. Очень много, Никит, расскажу, появилось новых объектов, потому что, опять же, что это такое за территория? Это квартал, станкозавод, может быть, кто-то знает, может быть, кто-то и не знает, и не помнит. Это фактически пересечение улицы Кубышева и Красноармейская напротив Струковского сада. Центр города. Центр, исторический центр города. Действительно, вот этот вот квартал самый, какой есть исторический, какой есть Самаре. И уже сегодня можно, проезжая, проходя мимо, увидеть такие большие буквы станкозавод. Это именно то место, куда мы и Никита вас приглашают, всех зрителей в воскресенье 11 сентября на такой променад, просмотр, угощение, дегустацию, пробулку. Там действительно очень круто, там здорово. Мы бы специально повесили три большие вывески из стороны Красноармейска, из Куйбышева и на фасад здания для того, чтобы, во-первых, восстановить историческую ценность, потому что станкозавод был и вывески были. Вот об этом важно сказать, почему именно станкозавод-то? Да, вывески были. Потому что станкозавод там был, именно это в цехах станкозавода. Именно вывески станкозавода висели на этих же местах, куда мы их сейчас и вешаем. Там были проходные, там были, там малярный цех, там был цех по производству станков, там был лабораторный цех, который был Николаевским приютом раньше. Я причем настаиваю, чтобы люди пользовались. Мы вот на днях буквально откроем наш сайт, на днях начнем исторические справки, архивы. Мы много общались с историками, с тем, кто собирает очень много старины, для того, чтобы взять то необходимое, чтобы народ увидел, что здесь было. И даже будут развешаны какие-то фотоматериалы, видеоматериалы, печатные, QR-кода, для того, чтобы погрузить народ в эту атмосферу, в эту историческую справку и даже отдать должный дань тем людям, кто здесь работал, для того, чтобы они могли прийти и вспомнить, что здесь огромное количество людей проработало, очень много отсюда ушло на фронт, очень много производств здесь было произведено, и до даже станкостроительного завода, на карбостроительном заводе, который еще был... Да, ведь здесь на самом деле историческое место, там было целый ряд... Было целый ряд, до 1853-го или 63-го, я сейчас не буду врать года. То есть с середины 19-го века там жили и работали люди? Да, с середины 19-го века жили и работали люди, это было производство, сначала как бы строительное, потом аграрное, потом просто механическое, потом уже станкостроительный завод, было много разных интересных исторических фактов, о которых многие не знают, кто-то не помнит, и мы хотим этот дань истории, этот дань прошлому отдать и показать, особенно молодому поколению, потому что, конечно, безусловно, наша целевая аудитория это молодое поколение, там, 18-35, хотя, я думаю, что и взрослому... Да и мы придем, Никита Сьянов. Да, и взрослому поколению, да, и взрослому поколению, во-первых, будет что вспомнить, будет что обсудить, и он же погрузится в атмосферу, почувствуетесь. Погрузится в атмосферу, да. Это и есть Самара, на самом деле. потому что мы много и вагонетки мы оставили, и где-то там куски станков мы оставили, и действительно металлическая плитка, и стеклоблоки, и находили какие-то элементы мебели, света, декора, 50-х, 40-х, 30-х годов, объездили для этого несколько даже заводских территорий заброшенных, лазили где-то там в подвалах и в цехах, для того, чтобы действительно оригинальные вещи найти, и их, то есть не восстанавливать, не делать копии, а эти оригинальные вещи восстановить и внести их в эту среду. Ну, по сути дела, это, скажем так, и есть вот та самара, о чем я и говорю. Да, ну и Никита еще не все, может быть, рассказал, наверное, потом об этом расскажет. Там две потрясающие вышки, новые, построенные, я их думаю, они как и смотровые могут использоваться, ну и технические такие элементы. Ну, наверное, Никита уже, может быть, в следующих передачах расскажет, какая там будет потрясающая открытая крыша. Это пока еще не будет реализовано в этом году, но это в планах. Именно поэтому, да, мы хотим открываться в несколько этапов, потому что очень много мы сделали упор на общественные пространства, понимаем, какой сейчас спрос на общественные пространства и что в Самаре они нужны. Речь идет и про, правильно слышали, Нагейн Байсон говорит, про открытую крышу большую, эксплуатируемую кровлю, общественную, то есть будет одна из первых в Самаре крыши, на которой просто можно просто прийти кому угодно, не в ресторан, не на какое-то мероприятие, как сейчас это работает, а просто подняться и любоваться закатом, да, просто провести время, поработать, да. И в Волгой, и в Струбольске, и историческим городом. Там будут и площадки для мероприятий самых разных, и для деловых мероприятий, лектория будет прекрасная, который будет полностью оснащен и готов для того, чтобы в нем проводить лекции, какие-то образовательные мероприятия. И, собственно, наш двор и наше пространство, которое мы называем лобби, которое тоже чуть позже, наверное, не в этом сезоне, в следующем мы подготовим, для всех, для того, чтобы народ приводил там время, смог в первую очередь трудиться и, конечно, отдыхать. Уважаемые гости, они подсказывают, что время программы подходит к концу. День Борисовна, прям кратко, где можно найти всю информацию о... Сайт администрации города, Вести с Дворянской, телеграм-канал. Ну, и после того, как побывали на станкозаводе, надо будет пойти на площадь Ковишево, вечерний концерт. На центральной площади, конечно, обязательно. Хедлайнеры у нас, Корни 312, Виктория Дайнека, Сергей Войтенко, Маршал, Александр Ольга Кормухина и группа Любе и Фейерверк. В общем, буратый класс. завершение праздничного, выходного дня. Заживайтесь. Ждем. Ждем. В нашей студии были Евгений Мещенко, заместитель руководителя Департамента культуры и молодежной политики администрации городского округа Самара и Никита Петухов, директор управляющей компании Центра труда и отдыха Станкозавод. Я советую в День города погуляйте, походите везде. Обязательно найдете что-то интересное. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова